Здравствуйте, друзья! С вами Вула, на ваших экранах Асета Корса, и как вы поняли из названия видео, целью этого гайда будет обучение дрифту. Многие до сих пор пытаются постичь дрифт, и вот ну никак не могут. Некоторые только начинают, а некоторые уже начали, бросали и снова пытаются. И несмотря на то, что я уже как бы делал такого рода видео, я решил доработать тот гайд и акцентировать внимание на важных аспектах в обучении. В общем, не будем тянуть моряков за стальные яйца. Погнали! Во-первых, давайте опустим тот момент, где вы покупаете Асету Корсу и руль. Есть только пару нюансов, которые я бы хотел подчеркнуть. Это то, что руль вам нужен с обратной связью и минимум 900 градусов. Всякий мусор без форс-фидбэка даже не берите. Испортите впечатление от сим-рейтинга, а ездить так и не научитесь. А ещё советую купить Корсе обязательно два DLC. Это Japanese Pack и Dream Pack 1. Благо на Корсу и DLC часто есть скидки, поэтому можно урвать очень дёшево. Японский пак нужен, потому что много модов берут за основу архитектуры именно из этого DLC. А Dream Pack включает в себя несколько машин и самое главное трассу Нюрнбург-Ринг-Наш-Лайп. Я позже скажу, для чего это. В первую очередь устанавливаем Content Manager и забываем о запуске игры через основной экзешник. Устанавливаем КМ, далее переходим в настройки, ЦСП и нажимаем Install. Потом справа выбираем самую последнюю версию, которая имеется и готово. После этого качаем по ссылке в описании пак стритовых машин от VDT, скачанный архив переносим в Content Manager, нажимаем сверху на три полоски и устанавливаем. Таким образом устанавливаются почти все моды для Корсы. Далее заходим в настройки управления и убираем в ноль все эффекты. Если вы не захотите дрифтить, а просто покататься, то возвращайте обратно. Но в дрифте все эти эффекты не нужны и будут только мешать. Если вы хотите дрифтить от первого лица, заходим в Custom Shader Patch и включаем NECFX, если не включен. Этот плагин позволит голове от первого лица следить за поворотом. В настройках NECFX стерлинг отвечает за поворот головы, когда вы поворачиваете руль, а Velocity за поворот головы, когда начинается именно занос. Я обычно не использую поворот головы при повороте руля. У меня работает только поворот от инерции. Таким образом я могу не только тактильно, но и визуально понимать, что начинается занос. Если же вы хотите ездить от третьего лица, то включаем в том же CSP через камеру. А в настройках уже можно настроить дистанцию, наклон и высоту камеры. Не обязательно выбирать что-то одно или NECFX или через камеру. Включайте и то, и то, а в игре клавиши F1 просто можете менять, когда захотите. А когда вы создаете одиночную тренировку, не забудьте вот тут отключить все помощники. Лучше сразу обучайтесь нормально, чтобы потом не переучиваться. Первым делом, что я посоветую новичкам в Сибрейсинге, которые пришли после аркад, это выбрать какую-нибудь машину и покататься на Нуршляйфе. Ну, не зря же вы его купили. Ну, нет, на самом деле, вам нужно просто привыкнуть к самой симуляции вождения. Особенно, если вы до этого играли только в аркады. Вы чё? Ать! Нюрнбург Ринг очень разнообразная трасса. Нюрнбург Ринг очень разнообразная трасса. Тут есть длинные прямые, спуски и подъемы, резкие шиканы и затяжные повороты. И поначалу вам нужно будет привыкнуть в целом проезжать повороты хотя бы без заноса. Понять, что нужно очень сильно оттормаживаться. Как ведет себя машина на скорости? Как блокируются колеса? Почувствовать, на какой скорости машина может поворачиваться без сноса передней оси. Плюс вы можете ездить не только в одиночке, но и зайти на какой-нибудь сервер и покататься с другими людьми. После того, как вы привыкли к физике симулятора, переходим на обучение самому дрифту. Берем любую понравившуюся вам машину из пака ВДТС и заходим на стандартную карту дрифта. Первым делом подстраиваем под себя фидбэк. У всех рули разные, соответственно и усилия у каждого руля свое, ну и собственно предпочтения по фидбэку у каждого тоже свои. В настройках контент-менеджера есть глобальный фидбэк, который я обычно оставляю на 100%. А уже в собой игре, с помощью клавиш плюс и минус на нампаде, меняю фидбэк уже в игре. Это можно делать для каждой машины отдельно, но если вы сделаете это один раз, то потом на этой машине останутся эти настройки усилия. А вот как понять, насколько слабее или сильнее нужно сделать фидбэк? Просто встаньте на месте и поверните немного руль, нажмите газ. Автомобиль захочет вывернуть колеса и соответственно руль в другую сторону. Измените фидбэк таким образом, чтобы у вас руль при старте не выбивала из рук. Руль должен быть вашим помощником в дрифте. Мне, к примеру, на Моза R5 хватает 50% фидбэка почти на всех автомобилях. Далее мы немного настроим автомобиль, чтобы было проще. Во вкладке настроек авто в гирс выберите такую коробку, чтобы на третьей передаче у вас была скорость примерно 130 км в час. А в Electronics ставим турбо на 100%. Это позволит вашей машине меньше затухать и крутить нормально третью передачу. Как и многие гайдоделы, я бы мог сказать вам для начала покататься вокруг чего-нибудь, то бишь поделать бублик. Но я считаю, что данный элемент нужно изучать позже, для того, чтобы научиться точности. А то, чему нужно обучиться в самом начале, этот элемент будет только мешать. А научиться вам нужно отпускать руль. Основная ошибка большинства новичка в дрифте, это вцепиться в руль и вращать его руками. Особенно это заметно у тех, кто в реальности имеет права и вводит автомобиль. Либо те, кто занимается кольцевыми гонками. Вот как выглядят первые попытки новичка пустить машину в занос. Поворачивает немного руль, разгазовывается, бросает сцепление. И, держа руками руль, разворачиваем его в автомобиль. Причина разворота стала то, что передние колеса авто, это как колеса у тележки в магазине. Как бы вы не закручивали жопу, передние колеса всегда стремятся ехать прямо. А, держа руль, вы не позволяете колесам быстро выровняться. Поэтому начинаем переучиваться парой простых упражнений. Останавливаемся на дороге, поворачиваем немного руль в сторону, разгазовываемся и бросаем сцепление. Следим за тем, чтобы руки не двигались вместе с рулем. Просто бросаем его вместе с тем, как машина начинает разворачивать. Стараемся развернуться ровно на 180 градусов. Для этого нужно вовремя отпустить газ и довернуться уже инерции автомобиля. Конкретного положения, когда нужно отпустить газ, нет. Его нужно почувствовать. Потому что из раза в раз разворот будет разный. Где-то скорость будет выше, где-то жопа будет нести сильнее, соответственно инерция будет больше. И поэтому момент с отпусканием газа нужно просто вот почувствовать. Когда вы поделали это в одну и в другую сторону, немного усложняем. Становимся на длинную дугу и пытаемся делать то же самое, но уже вместо того, чтобы развернуть автомобиль, хватаем руль примерно тогда, когда авто станет в 40-45 градусов к дороге. И небольшими коррекциями руля держим авто в продолжительном заносе. Это упражнение уже научит вас не только отпускать руль вовремя, но и подхватывать в нужный момент. Суть этих упражнений в том, чтобы научиться одновременно и контролировать машину, и давать ей свободы. Держать руль нужно так, как будто бы птицу держишь в руке. Достаточно слабо, чтобы она не улетела, и в меру крепко, чтобы её не раздавить. Теперь мы переходим на карту Дрэк. Тут на этой вот большой прямой начинаем отрабатывать быстрые, но короткие по амплитуде перекладки. Многие из вас это знают как арабский дрифт. Нужно это для того, чтобы вы не сразу на поворотах начали закручивать машину в жёсткий штопор, а отработали перекладки напрямую, потому что там куда проще это сделать. Ваша задача на данный момент остановиться, повернуть немного руль и, разгазовавшись, тронуться, не забывая вовремя отпускать их, подхватывать руль, как было в предыдущем упражнении. Начинаем делать маятниковые движения туда-обратно. Если в предыдущем упражнении вам нужно было отпустить и схватить один раз только руль, то тут уже нужно будет делать это постоянно. Каждый раз, когда жопа вашего автомобиля начинает движение в другую сторону, вам нужно отпустить руль и через некоторое мгновение зафиксировать, дав машине проскользить немного боков и повторять то же самое в обратную сторону. Не разгоняйтесь очень сильно. Как только вы уплётесь в отсечку, машина будет стараться выпрямиться. Остановитесь и повторите всё заново. Тут уже для того, чтобы всё это продолжать очень долго, можно подключать работу газом. Немного приотпуская газ на перекладке и подгазовая немного в заносе, вы не будете разгоняться, а будете поддерживать стабильную скорость и как можно дольше двигать машиной влево-вправо. Теперь уже возвращаемся обратно на карту Дрифт и совместим несколько поворотов. В этом месте на карте, к примеру, есть связка поворотов. И делайте то же самое, что было в первых двух заданиях. Протягивайте один поворот, но в момент перекладки в другой, чтобы под газом вы не создали слишком много крутящего момента, выжимайте сцепление. Ненадолго. Буквально до того момента, как машина будет становиться в нужный угол. Бросайте сцепление и параллельно жмите на газ. Как понять, когда вот нужно перекладываться? Проезжая поворот, вы должны четко разделять, когда заканчивается один радиус поворота и начинается другой. На пересечении этих зон выделите от одной и другой зоны небольшой отрезок и старайтесь перекладываться в этом промежутке. Если машину начинает сильнее срывать и закручивать после перекладки, уменьшайте газ и дозируйте его порциями. Если же машина стала стабильна в угол, то можно газовать на полную. И, по сути, вы уже научились дрифтить и работать с инерцией автомобиля. Для того, чтобы развивать дальше эти навыки, советую кататься в горах. Тогай очень сильно бустит скилл дрифта. Как-никак, это разные повороты, разные скорости, спуски, подъемы, узкие широкие траектории. Для этого я собрал вам небольшой пак горных трасс, на которых вы можете потренироваться. Скачать это можно по ссылке в описании. А для того, чтобы вам было еще проще и интереснее катать по горам, подключаем теперь четвертое задание. Ручник в дрифте – это очень универсальная вещь. Он может помочь вам как и начать дрифт, так и отловить машину на перекладке, и провисеть, если не долетаете, и оттормозиться, если вы летите на препятствия, а также в парных заездах он просто незаменим. Но до этого, конечно, пока что далеко. Начнем с того, что теперь не будем начинать дрифт с виляния жопой, а после небольшого разгона по прямой, немного поворачиваем руль в сторону и дергаем ручник. При этом не забудьте выжать сцепление. В реальности без этого машина просто заглохнет. В курсе же заглохнуть нельзя, но машина просто затухнет. Не забывайте о первых заданиях. Все еще даем рулю свободно вращаться. Теперь вы можете добавлять ручник на перекладках, вот когда вы учились делать это недавно. Только теперь к тому выжатому сцеплению добавляем еще ручник. Его не обязательно добавлять на каждой перекладке. Если перекладка медленная, то ручником можно не пользоваться. Хватит и сцепления. Но если вы добавили слишком много скорости на перекладке, то выжатым ручником можно немного загасить лишнюю инерцию. И это все базовые вещи, которые вы должны довести до автоматизма. Отпускать и ловить руль, правильно дозировать газ, работать с сцеплением и ручником, контролировать угол и инерцию. Все это вы должны делать просто вот смотря на трассу. Кто-то может поедет в первый же вечер, кто-то может проводиться 10 часов, а кто-то поедет только через 50, а то и 100. Но главное, ребят, не сдавайтесь и верьте, что у вас все получится. Да, дрифт это далеко не простой навык. А уж говорить про разного рода профессиональные конфиги или более мощное авто, это вообще отдельная тема. Как ехать по заданию, как ехать пар на вторым, это уже вообще другой уровень, до которого следует еще добраться. А на этом, пожалуй, закончим. Я надеюсь, это видео поможет вам постичь азы дрифта. И если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, также стримы. Играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.